На сегодняшний день в знаковой системе современного изобразительного искусства используются не столько сюжеты, как это было до XIX века включительно, сколько символы, метафоры, аллюзии, мифологические модели и парадигмы, переосмысленные с точки зрения нашего опыта и включенные в новые структуры с помощью новейших технических средств. Осмеивая снобизм общепринятого образа мышления, видеоскульптура Made in Ancient Greece, сделанного в Древней Греции, соединяет видео и античную форму. Скульптура играет на основу полагающих принципов нашего видения, на тех клише, что заложены в нашей памяти, как, например, совершенные пропорции греческой керамики, напоминая нам, что если принципы гармонии, на которых зиждется античность, соблюдены, то можно рассчитывать на благосклонность даже самых консервативных зрителей. Алексей Федорович Лосев, русский философ и филолог, специалист по античной мифологии, эстетике и философии, в своих работах проанализировал символы и архетипы античности, существующие в нашем коллективном сознании. Именно упомянутые архетипы и обыгрываются современным искусством. Американец Джозеф Кэмпбелл писал, что отношение к мифам и их символике лишено патетики и часто помещается в парадоксальный повседневный контекст современной жизни. Модернизм не несет в себе гармонии, свойственных мировоззрению древних. В качестве примера я бы хотела привести два проекта. Новаторский для своего времени проект «Оракул», созданный в 1965 году Билли Клувером и Робертом Раушенбергом, и проект «Сандалия Афродиты», созданный в 2006 году. У древних греков, римлян и народов Востока оракул предсказания утраты, якобы исходившая от божества и передававшаяся жрецами вопрошающим верующим, а также место, где оглашалось предсказание. Я прочту, как описывает проект сам Билли Клувер. Создавая оракула, Раушенберг отдавал дань Нью-Йорку. Он просил меня сотрудничать с ним в работе над этим проектом. Он хотел создать в замкнутом пространстве интерактивную среду, где температура, звук, запах и свет и т.д. менялись бы в то время, как вы проходили бы через это помещение. Сегодня можно было бы реализовать идею Боба с оракулом 1965 года с помощью Neural Network Chips. Инженеры уже опутали проводами ваш дом, так что он отвечает на ваше повседневное поведение, тушит для вас свет, закрывает ваши двери, готовит кофе, имеется в виду машину для приготовления кофе, которую можно программировать и т.д. Если вы совершаете что-то необычное, например, начинаете бродить среди ночи, система понимает, что это ненормально и не начинает приготовление вашего утреннего кофе. Однако на уровне технологий 60-х годов идея Боба не могла бы быть осуществлена. После многочисленных дискуссий, нескольких лет работы в 1965 году, 15 мая, инсталляция оракул была открыта в галерее Лео Костелли в Нью-Йорке. Оракул оказался одной из самых удачных работ Раушенберга и сейчас экспонируется в центре Жоржа Помпиду в Париже. Оракул – это звуковая среда, созданная с помощью пяти коротковолновых радиоприемников, где звук каждого из них исходил из соответствующих скульптур объектов. Зритель может, взаимодействуя со скульптурой, создать своего рода собственный оркестр с помощью установленного регулятора и варьировать громкость того или иного из пяти источников. Звука и меняя диапазон, на радиоволновой шкале поймать другие из возможных радиостанций. Но нельзя остановиться ни на одной из выбранных. Создавалось впечатление, что вы идете по Лори-Сайд летним вечером и слышите звуки радио из закрытых окон многоэтажного дома. Все материалы для скульптур Боб нашел на улицах Нью-Йорка. Хотя это на первый взгляд может показаться просто, электронное обеспечение за каждой из частей инсталляции, так как это работает сейчас в центре Жоржа Помпидо, весьма сложно. Таким образом, метафорически городской шум, в данном случае Нью-Йорка, является своего рода оракулом современной жизни. И Нью-Йорк становится оракулом сам по себе. Что он хочет донести до вопрошающего? Забота самого вопрошающего. Для этого нужно войти в инсталляцию и вступить с оракулом во взаимодействие, своего рода диалог, как, впрочем, это и было в античные времена. Рассказ о следующем проекте я бы хотела начать с отрывков из декларации Билли Кловера. Одна из самых настойчивых идей в искусстве XX века – это впитывание, использование новых технических возможностей. Футуристы, слепо поклонявшиеся технологии, русские конструктивисты, пытавшиеся осуществить смешение искусства и жизни в новых формах, более строгий лаконичный подход к дизайну в Бахаус и работы отдельных художников, таких как Марсель Душам и Джон Кейдж. Это увлечение технологией представляет желание художника быть вовлеченным в окружающую физическую и социальную среду. Проект «Античность Афродита» начался в 2000 году с поездки на Кипр с целью изучения культа Афродиты в контексте античности и современности. Уже на ранней стадии, рассказывает автор, я открыла, что в дополнение хорошо известной характеристики Афродиты как богиня любви, она также почиталась как мужчинами, так и женщинами, как покровительница плодородия, мореплавания, общественной гармонии и плотской любви, того, что чаще называют сексом. Храмы Афродиты были расположены по территории всего античного мира, и ее священнослужительницы часто совершали сексуальные акты в знак ее почитания и совершали жертвоприношения, посвященные плодородию земли и живущей на них людей. Поскольку сила Афродиты была необозрима, проституция, практикующая ее жрицами, была поистине связана с религией, ритуалами и общественной политикой. Это рассматривалось как служение обществу и законный бизнес, практиковалось открыто в местах богослужения, облагалось налогом и охранялось законом, делая проституцию частью городской жизни. Проститутки находились под покровительством Афродиты, независимо от того, были ли они служительницами храмов высокого уровня, эскортом или просто уличными. Сохранилось множество свидетельств, описывающих проституток жриц и гетер, куртизанок античности. Как красивых женщин в изысканных одеждах и ювелирных украшениях. Другую категорию служителей секса, которые заманивали мужчин игрой на флейте и просто обивавшие подошву в уличной пыли. Одна из самых приковывающих внимания деталей в описании античных проституток – это их сандалии, которые оставляли на земле отпечаток «Следуй за мной». Все эти изыскания, в конце концов, вылились в серию новомедийных работ под названием «Проект Афродита». Платформы – недавняя серия этого проекта. Это пара сандалий или босоножек на платформе, говоря современным языком, и является одновременно данью культу Афродиты, ее жриц, и в то же время является практической вещью для современных служителей секса. Интегрированные в онлайн-сервис, эти платформы служат практическим целям в трудной и опасной профессии современных проституток. Платформы высотой в 6 дюймов, сделаны из серебристой кожи и выглядят как обычные босоножки на высокой платформе. Однако на самом деле они являются мой компьютер с интернетом и электронной связью, технологией видео, что предназначено служить в опасных и чрезвычайных ситуациях, обеспечивая защиту этой маргинальной профессиональной категории с помощью новейших технологий. Мы с детства знаем мифы и легенды Древней Греции, но чем старше мы становимся, чем больше узнаем об истории культуры, тем очевиднее глубина проникновения и актуальность того, что несут в себе античная культура и искусство. Я не буду говорить об эволюции, трансформации этого влияния в различные исторические эпохи. Очевидно, что ни одно направление в искусстве не избежало влияния античности, включая самые нетрадиционные направления, как примеры искусства хакеров и звуковых скульптур. Субтитры создавал DimaTorzok